Эта женщина недавно перенесла операцию и боялась осложнений. И тот звонок был словно знак. На другом конце провода мужчина представился врачом районной поликлиники и сообщил. Все лечение впустую. Жить осталось недолго. Саркома. Но есть частный доктор. Один на всю Москву. Он может спасти. Женщина с ним связалась и умоляла помочь. У меня очередь, говорит, очередь. У меня 17 человек. Если я сейчас вас приму, то кто-то пострадает. Я говорю, я за вас не берусь. Я говорю, а что же мне делать? Мне сказали, единственный выход – это вы. Так называемый доктор подумал и озвучил условия. У вас есть 500 тысяч? Пенсионерка собрала все сбережения, наскребла половину. Но доктор великодушно согласился и на это. Уже через полчаса к пожилой москвичке приехал человек. Вот он заходит в подъезд. Забрал деньги и вручил женщине пузырек. Мол, врач велел передать лекарство. Мужчина ушел, тут же перезвонил доктор. Мне этот профессор сказал, достаньте эту ампулу, выпейте половину и на полчаса лягте. Прилягте. Вот через полчаса я вам перезвоню и скажу, что делать дальше. Когда я 20 минут пролежала, я поняла уже, что он мне не перезвонит, что дело сделано. Пенсионерка обратилась в полицию. Заявление обманутой женщины стало не первым и не последним. Все внезапно оказавшиеся при смерти сразу после выписки – жители восточных районов столицы. Полицейские проанализировали камеры видеонаблюдения, начали поиски и вышли на след человека, который не то что врачом никогда не был. Он вообще нигде не работал. Задержанный 31-летний житель подмосковной Балашихи во всем сознался. А препараты, к которым он имеет отношение, уж точно никого не лечит. Он отбывал срок за наркотики, теперь может снова отправиться за решетку. У полицейских есть все основания полагать, что подозреваемый причастен к серии аналогичных преступлений, совершенных на территории Восточного округа. А по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Сейчас полицейские ищут подельников, кто звонил и играл роль чудо-врача, и самое главное, кто сообщал персональные данные. Мошенник знал точные диагнозы, адреса и телефоны пациентов. Сергей Дрожевкин, Петровка, 38. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok